Дорогие друзья, когда мы говорим о зарплате и постоянно подчеркиваем, что надо уходить от серых схем, это касается тех, кто работает на предприятиях больших, крупных, малого и среднего бизнеса, в индивидуальных предприятиях. Но правильно было бы сказать о тех, кто работает в школах, в больницах. В этой связи можно взять и для себя также выработать систему целеполаганий. Когда речь идет, допустим, о нашем Приволжском федеральном округе, правильно было бы говорить о седьмом месте Приволжском федеральном округе, которое Саратовская область должна занимать и в вопросах зарплаты. Почему об этом говорю? Потому что мы занимаем седьмое место по внутреннему региональному продукту, то есть то, что мы создаем, и это оценивается именно как седьмая позиция в Приву. Но что касается зарплаты, у нас, если брать начало прошлого года, мы были на последнем месте, а затем на предпоследнем. В прошлом году нам удалось этот вопрос сдвинуть с мертвой точки, отдать должное, поддержка была на федеральном уровне, и мы стали немного отрываться от последней позиции. Считаю, что несмотря на проблемы, которые сегодня у нас есть в экономике, нам эту работу надо продолжать. И правильно было бы ее делать эффективно с тем, чтобы мы вышли на этот показатель. Нужно двигаться в сторону увеличения оплаты труда и учителя, и врача. Она считается от средней по экономике региона. Хотел бы сказать слова благодарности нашему нынешнему притягу правительства за то, что он помог нам в решении этих вопросов в прежней должности, потому что именно его поручение по Федеральной налоговой службе было начальной, если хотите, точкой. И мы, отталкиваясь именно от этого, приняли ряд решений шагов для того, чтобы ситуация стала постепенно, но меняться в лучшую сторону. Поэтому надеюсь, что в этом году, несмотря на проблемы, мы не остановимся на достигнутом. И сделаем все для того, чтобы заработная плата бюджетникам, врачам, учителям в этом году также была повышена. У нас во многих райцентрах не хватает 50% врачей, а в школах, особенно в сельских школах, не хватает учителей. Поэтому вопрос престижа профессии, вопрос материального стимулирования и социального статуса крайне важный. Я надеюсь, что эта проблема, несмотря на сложность, также будет решаться. Мы ее сейчас обсуждаем. Спасибо вам.